Веганы не спасут планету. Последние шесть лет СМИ и люди транслируют одну и ту же повестку, а конкретно, что переход на растительное питание сможет предотвратить апокалипсис, который неизбежно наступит и покарает нас за наши грехи. До тех пор, пока человек ест мясо, его не интересует, есть ли более разумная жизнь. Нас не интересует, что есть более разумная жизнь. Веганство не спасет мир. Оно не полезно для здоровья и не имеет связи с этическим отношением к животным. Все три пункта, за которые борется веганство или веганизм, это красивая картинка, скрывающая за собой более темные замыслы богатых и влиятельных людей, альтернативных бизнесов и инфраструктур. Но давайте обо всем по порядку. Меня зовут Фрути Пупс, и это видео о том, почему веганство не спасет планету. Представьте мир, в котором домашние животные живут своими жизнями. Курицы свиней не выращивают ради пропитания человека, насильно не оплодотворяют коров ради молока, шиншилл и других меховых животных не режут ради кусков высокой моды. Мир, в котором не охотятся за животными из Красной книги, и лишь километровые поля плантации распростерлись по всему земному шару. Если бы все было так же красиво, как в Майнкрафте. Из-за производства растений на плантациях ежегодно гибнут почти сотни миллионов пчел. Регионы остаются без пресной воды, меняется климат, вырубаются леса, исчезают целые биосферы и портится экология нашей планеты. Но начнем, пожалуй, с самого начала. В разных уголках древнего мира зарождаются идеи об отказе от мяса. Из-за философских течений, из-за недостатка животных, из-за духовных или религиозных учений. Все это приводит к первым практикам вегетарианства. Древняя Греция, Древний Рим, Индия и Южная Америка. С приходом средних веков и христианизации Европы, вегетарианство уходит на задний план, а на первый план выходит Бог. И все забывают о растительных идеях до начала 20 века. В 1908 году создается Международный Вегетарианский Союз, в котором впервые начинают освещать этические проблемы поедания животных. В том же году выходит непопулярное интервью одного инди-писателя, Льва Николаевича Толстого, который на тот момент уже 25 лет подряд был вегетарианцем. Он так и писал, «Есть мясо – это безнравственно». Все, что касается насилия по философии Толстого, считается безнравственным. Увы, Лев Николаевич стать веганом в конце 19 века не мог, ведь глобалистские торговые пути и экспорт еще не были настолько развиты, а более глубокие вопросы экологии и этики не были изучены. А чем отличается веганство от вегетарианства? Вегетарианство – это диета. Люди, которые ее соблюдают, едят и носят продукты животного происхождения, то есть носят кожу, пьют молоко и едят яйца. Они не употребляют мясо, независимо от конкретных этических или моральных соображений. Вегетарианство – это диета. Веганство – это культура. Те, кто соблюдают веганство, не едят и не носят продукты животного происхождения. Это касается одежды, питания, любой производимой продукции, все, что как-то связано с использованием животных без их воли, как будто у животных есть воля, все это запрещено. Если компании тестируют свою продукцию на животных, веганы покупать этот товар не будут. Именно благодаря популяризации веганизма мы часто видим вот такие слоганы на пакетах, в сумках и рюкзаках, у разноцветноволосых дамочек, фимбоев типа меня или у других странных, выделяющихся в обществе людей. Веганы считают, что животноводческая промышленность напрямую влияет на экологию, что именно она виновата в жестоком обращении с животными и что растительная диета полезнее для человека, чем мясная. Эльдар Рязанов устал от давления мясоедов. От северского народа хочу принести извинения Эльдару за давление мясоедов. Глобалисты и веганы уверены, что переход на растительное питание улучшит нашу экологию. Основные тейки большинства веганов заключаются в том, что избавившись от фермы и животноводства, мы прекратим эмиссию углекислого газа. Перестав выращивать коров, мы предотвратим беспечный расход воды. Заменив животноводческие хозяйства на плантации, мы сможем прокормить всех людей планеты. Проблема экологии – это комплексное количество вопросов, которые имеют непосредственную взаимосвязь друг с другом. Поэтому, чтобы дебанкнуть основные тейки, придется начать издалека. Две трети всех земель нашего мира являются неподходящими для выращивания растений, нужных для человеческого питания ввиду климатических особенностей, плодородия почвы, рельефности и количества воды в регионе. Все эти территории, в теории, можно искусственно изменить – вырубить все деревья, насыпать плодородную почву, завести воды. Но какой ценой? Ценой изменения биосферы, что приведет к вымиранию насекомых и диких растений и животных. Искусственное изменение среды ради создания полей и плантаций повлечет за собой экологическую катастрофу. Существуют примеры того, как богатые государства изменяют землю ради своих нужд – сельскохозяйственных или просто для того, чтобы демонстрировать свое величие. Допустим, Дубай. Когда на берегу города строили пальмовые острова, полностью сформировав новое побережье, люди поняли, что просто так насыпать песка в воду без негативных эффектов – невозможно. Собрав песок с морского дна и перенеся его на береговую линию, погибло огромное количество морской жизни. Коралловые рифы были засыпаны, возрос уровень моря, изменились волны, а с ними выросла скорость эрозии берега. Это привело к тому, что Дубай начал выделять еще больше денег на то, чтобы содержать эти искусственные острова и чинить последствия изменений. Сильные волны, подтопление домов, вымывание песка обратно в море. Но давайте оставим солнечный Дубай и перенесемся в Южную Америку. Леса Амазонки Леса Амазонки имеют одну из самых плодородных почв в мире. Большие тропические леса, теплый климат, достаток воды, миллионы растений и животных, населяющих Амазонку, а также отличная почва. Все это подвержено большой опасности, ведь за последние 34 года было уничтожено 13% всех джунглей. В основном ради плантаций сои, бананов, пальмового масла, ананасов, чая и кофе, что часто входит в основу веганского рациона. Ежегодно пустыня Сахара, которая находится на другом континенте, магическим образом доставляет в Амазонку огромное количество пыли, которые питаются джунгли. Грубо говоря, тропический лес выполняет роль большого пылесборника. Если Амазонки не будет, куда полетит эта пыль? Какой эффект она даст нашей планете? Искусственное изменение почв ведет за собой экологическую катастрофу. Это не маленькие выбросы метана из коров. Это буквально катастрофа. Тем не менее, из года в год леса вырубают, чтобы выращивать сою и другие культуры растений. 55% соевого сырья в мире экспортируется из Южной Америки. Ради справедливости можно уточнить, что также леса вырубают для создания скотоводческих хозяйств, добычи энергетических ресурсов и полезных ископаемых. Но сути дела это не меняет. Ведь гибнут миллионы живых организмов и меняется климат. Создание плантаций в местах, где они не должны существовать, приводит к убийству животных, разрушению биосферы и уничтожению диких растений. И такой земли, не предназначенной для выращивания сельскохозяйственных культур, по словам геологов и почвоведов, две трети. Так почему бы нам не отдать эти земли тем, кто может на них кормиться, жить и размножаться? В штате Калифорния самой большой проблемой, кроме легализованных препаратов, и бесконечно бедных среди бесконечно богатых, является проблема засухи, которая имела свой пик с 2014 по 2016 год. Земля прогревалась и высыхала. Благоприятный климат, который способствовал развитию агропромышленности, исчезал. И, чтобы поддерживать сельские хозяйства, пресная вода из подземных резервуаров в огромных масштабах шла на плантации. И, в один момент, некоторые резервуары опустили. С 1996 по 2014 год потребление миндаля и авокадо с рассветом веганской философии многократно увеличилось. Вращивание обеих культур по штатам сфокусировано в основном в Калифорнии. Авокадо и миндаль требуют огромное количество воды, и ее потребление привело к истощению некоторых пресных водоемов, к засухе и к повышению цен на воду. На то, чтобы вырастить один килограмм мяса, хорошо, примерно уходит там, я не знаю, сколько точно, огромное количество воды, огромное количество корма и так далее. Действительно, западные ученые проводили исследования и считали, сколько воды необходимо на производство килограмма говядины и сравнили это с килограммом разных культур растений. Один килограмм мяса требует 15 тысяч литров воды, в то время как большинство овощей и фруктов от 300 до 5000. Но намного интереснее сравнение говядины с орехами и бобовыми. Чтобы сделать килограмм нута, необходимо 10 тысяч литров воды, а чтобы сделать миндаль, необходимо 16. Но единственное в этом исследовании, что не учли люди, считавшие затраты, это то, что 70% воды из мировых резервуаров идет на полив урожая, в то время как коровы и остальная скотина в основном потребляют дождевую воду через поедание растений, тем самым не опустошая запасы пресных вод. И самое главное, что не учли ученые, это то, что вода, которую потребляют коровы, через пару часов возвращается обратно в цикл в виде мочи. Она никуда магическим образом не исчезает, а циркулирует обратно и испаряется. Амниворы или всеядные люди лицемерят, когда они умиляются своим котиком, собачком, но со спокойной душой идут в магазин и покупают себе того же кролика. Самая частая тема, прослеживаемая в каждом видео, это лицемерие и неосознанность людей, которые едят мясо. Лицемерие заключается в том, что домашних животных, таких как собак и кошек, мы не едим, а коров и свиней, которых привозят в упаковках, мы употребляем. В чем конкретно заключается лицемерие, понятнее не стало. Возможно в том, что мы отделяем одних животных, которые выполняют развлекательную функцию и скрашивают наше существование от тех, что являются нашим прямым энергетическим ресурсом. Это как спрашивать, почему вы не едите своего питомца? А почему вы не едите свой кактус в подоконниках? Грубо говоря, большинство веганов и викторианцев давят на этические соображения тех, кто ест мясо. И тут стоит сказать про этическое отношение к животным. На тех же калифорнийских плантациях с авокадо и миндалем используют пестициды, необходимые для защиты растений от вредителей. Пестициды – это ядовитые химикаты, которые превращают лягушек в геев, вызывают болезни у людей и выкашивают насекомых. К сожалению, пестициды не работают на определенных плохих насекомых, а работают на всех. На полях, где выращивают авокадо и миндаль, для опыления используют самую дешевую рабочую силу – пчел. Также там используют пестициды, которые способствуют вымиранию насекомых. 80 миллионов пчел погибло за 2019 год из-за химикатов, вирусов и клещей. И это только по Калифорнии. Неизвестные болезни буквально выкашивают тысячи ульев. И, по совершенно странному совпадению, все эти ульи находятся на плантациях. И когда в очередной раз альтернативные СМИ рассказывают об этическом отношении к животным, о том, как коровы и хрюшки страдают на фермах, о том, как полезно миндальное молоко и как соя заменит мясо, нужно помнить, какой ценой. Если одна жизнь равна одной жизни, то о каком таком этическом отношении можно вообще говорить? Как вообще можно представить, что самые полезные животные мира, от которых буквально зависит наша экология, страдают из-за нужд в потреблении экзотических фруктов, овощей и орехов, чтобы восполнять рацион, созданный в лицемерных соображениях? И давайте теперь не забудем про экспорт. Из США корабли, самолеты, вонючие дизельные грузовики, которые выбрасывают в атмосферу огромное и несоизмеримое количество СО2, доставляют в Европу почти 70% всего миндаля. В то время как скот можно содержать на территориях, где почва не обязательно должна быть плодородной и насыщенной, и где транспортировка мяса дешевая и не будет иметь такого критического влияния на экологию, ввиду того, что есть локальные фермерские хозяйства и угодья, альтернативные платформы предлагают транспортировать фрукты, овощи и орехи через континенты, потому что выращивать растения на месте из-за климатических особенностей невозможно. А если не будет экспорта, тогда веганы будут недополучать полезные вещества, витамины и минеральные соединения, нужные для жизни. Многое было сказано о том, что коровы влияют на парниковый эффект, однако в 2022 году домашний скот произвел всего 11% выбросов, в то время как основные выбросы парниковых газов лежат на выработке электричества на транспорте и заводах. Если перестать экспортировать фрукты, овощи и орехи сквозь континенты и наладить локальное производство мяса, которое будет намного полезнее в плане носителя энергии и полезных микроэлементов, то логично предположить, что выбросов в атмосферу будет намного меньше. А если заставить Китай повесить фильтры на свои заводы, глядишь, дельфины по Москве-реке будут плавать. К слову о выращивании растений. В агропочеловедении существует деградация почвенного покрова. Луковые поля в России используются по очереди. Если у нас есть три поля, то два из них будут засажены луком, в то время как третье будет стоять пустым. Когда на первых двух получат урожай, то их оставят отдыхать на год, а высаживать растения будут на третьем. И так они будут меняться из года в год. Потому что полезные вещества из почвы высасываются. И чтобы восстановить гумусовый слой, необходимо заниматься мелиорацией. Та, если что, меня отчислили из аграрного универа на втором курсе, поэтому у меня, естественно, есть авторитетное в кавычках мнение на этот счет. О чем мы... Ах да. Для того, чтобы сажать растения эффективно, необходимо проводить анализы почвы и делать максимально хорошие условия, чтобы растения давали максимально продукция. Если в почве есть загрязнения, тяжелые металлы и химикаты, то вместо 100% урожая мы получим 50%. А что нужно для пропитания коровам? Вторичные отходы плантационного производства. То есть сено. В Японии, везде, где растет соя, существует скот, чтобы доедать несъедобные отходы. Именно так фермы связаны с агропромышленностью. Они создают одну большую экосистему, потенциальное тело-безотходное производство. Самые крупные животные едят растительную пищу. Самое крупное животное в мире — это кит, и он ест планктон, в который входят животные организмы. Посвятив теме экологии так много времени, мы прямо сейчас дебанкнули два главных тезиса, разобрали самые узкие дырочки в системе, и теперь стоит поговорить о теме здоровья. Я не врач и далеко не претендую на здравое мнение. Все, что будет сказано, основано на словах бывших веганов, на моем личном опыте и опыте моих друзей. Большинство веганских блогеров спустя 4-5 лет своего пути постоянно рассказывают о том, что прекращают быть веганами, потому что у многих начинаются проблемы со здоровьем в ЖКТ, появляются чувства недостатка энергии и замедляются процессы мозговой активности. А когда веганы с ментальными заболеваниями начинают снова есть мясо, по каким-то причинам эти заболевания проходят. Многие, даже несмотря на все вспомогательные приложения, диетологов и врачей, не могут создать правильный режим питания, основанный на растительной пище. Человек – это всеядное животное и оспаривать это невозможно. У нас редуцирован орган для разложения целлюлозы, однако присутствует кислота для разложения мяса. Я считаю, что это стереотипное мышление, когда человек считает, что когда он не ест мясо, он недополучает какие-то микроэлементы, аминокислоты, незаменимые, там еще что-то. К сожалению, это не стереотип. Я мало распространяюсь в своей личной жизни, но и у меня есть 4-летний опыт вегетрианства и годовой опыт веганства. Это фото меня, когда сидел на растительной еде, а вот я спустя 2 года активного поедания мяса. Результат налицо. Еще один минус веганской диеты – это переваривание пищи. Так как люди употребляют органику, она быстро усваивается, соответственно, хочется много срать. Выделяется чересчур большое количество газов, многие страдают из-за метеоризма. Не понимаю, где здесь минус. В 22-м году на YouTube-канале «Телеканал Продвижение» выпустили противостояние вегетарианцев против всеядных людей. Несмотря на низкое количество просмотров, ролик был по теме и все шло довольно прилично. До тех пор, пока не дошло до абсурда. До тех пор, пока люди будут есть мясо, будут войны. То есть, когда человек ест мясо, он ест скрытую агрессию. То есть, сейчас уже очень много научных исследований, в том числе и деревья, они излучают. То есть, это говорит о том, что есть тонкое тело, есть психоэмоциональная жизнь. Когда мы кушаем мясо, то мы вот эту психику тоже съедаем. И поэтому люди, они становятся более агрессивные. До тех пор, пока человек ест мясо, его не интересует, есть ли более разумная жизнь. То есть, восприятие человека становится ограниченным. Человек сконцентрирован на себе. Он хочет только покушать. Я сейчас закончу. Он хочет только покушать, и он не думает, что это кому-то больно. Потому что подумать, что кому-то больно, чтобы я наелась, надо расширить свое сознание. Я вчера так свое сознание расширил, что у меня болела жопа. Я видела человека, который 13 лет ел воздух. Пропаганда мракобесия. Через 50 минут, объективно лучшего контента на русском ютубе, меня не переставало покидать ощущение, что веганов, которых зовут защищать интересы движения, специально отбирают по принципу «Чем хуже, тем лучше». Но, пожалуй, надо идти по сценарию дальше. Главный вопрос заключается в том, а кому выгодно, чтобы веганство распространялось, а мясная индустрия в целом уходила в закат? Любые видео от научпоп-каналов, любые заголовки, некоторые статьи, исследования, везде есть какие-то совпадения. Чьи-то имена встречаются по несколько раз, а некоторые аргументы созданы как под копирку. Кто-то спонсирует видеоролики про климатические изменения с новыми технологиями, заказом под переход на растительное питание, с рекламой компаний, производящих это питание. Это все инвестиции Билла Гейтса. Последние 10 лет он покупает сотни гектар земли, экспериментирует с генной модификацией фруктов и овощей, а также инвестирует в разные проекты. Ловушки для углекислого газа, искусственное мясо, вакцины и другие инновации. Гейтс лоббировал вирусные ограничения, отдавал деньги на системы здравоохранения. В результате действий Гейтса и его окружения мы получили кризисы, проблемы с экспортом и другое. Его инвестиционные проекты, такие как ловушки для углекислого газа, как утверждают некоторые ученые, обойдутся дороже, чем высадка новых деревьев, которые не потенциально поглощают углекислый газ, а буквально. Также Гейтс вкладывается в Impossible Meats, Beyond Meat и другие веганские проекты по замене мяса растительной пищей. А помимо этого, спонсируют лабораторные исследования по созданию искусственного мяса. Как растительные, так и искусственные замены выходят в несколько раз дороже. Их невозможно произвести масштабно, и они не обладают нужными свойствами, чтобы поддерживать здоровье и развитие человека. Но если эти проекты не работают, тогда для чего ультрабогатым вкладываться во все это? Зачем им инвестировать в технологии, продвигать их в массы и популяризировать, если они в целом не помогают экологии? Возможно, мы никогда не поймем идеи самых влиятельных людей мира. Может кто-то стремится сделать мир лучше, может кто-то пытается лоббировать свои интересы ради обогащения. Если вы спросите мнение вашего покорного пупсика, то лично я перестал понимать смысл диеты, которая не спасает экологию, не полезна для человека, которой сложно придерживаться и которая не имеет связи с этическим отношением к животным. Единственное, что я знаю, так это то, что существует человек, который 13 лет подряд ест воздух. Увидимся позже. Пока! Пока!